Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это Lineage 2 Mobile. Как бы вы знали, как я хочу поиграть в другую игру, вы смотрите только Lineage 2 Mobile на моем канале. Плюс идея от вас, ваши комментарии. Друг Зив предложил идею снять ролик Мах имбовый на зеленых скиллах. Я не знаю, что он говорил за селф-баф. В целом он имел ввиду самобичевание, появляется самобичевание, которое переливает ХП в МП. Из-за этого он имбовый, плюс у него есть удар пламени, масуха. На первых парах ни у кого нет масух. Ну там есть маленькие масухи, там вот 3 врага 5 секунд, но вот у мага масуха это просто имба 1 секунда и 5 врагов. Маги это наверное тот класс, за который в начале очень круто ты начинаешь и за счет этой масухи он очень круто фармит. Это дальше после развития персонажа на любой класс у всех появляются масухи. И маг становится таким чем-то средним, вроде и хороший класс, вроде и нет. А как вы думаете? И там много ребят пишет, типа запиши нам гайд, с чего начинать, какие классы лучше. Но я вам ничего нового не расскажу, это будет как бы совет от Розе, наверное. Это обычный совет от Розе. С чего начинать? Я вам подскажу, я вас направлю так сказать. А там решать вам играть или не играть. Я сразу скажу, чтобы вы не плевались в монитор, когда включаете мое видео. Сразу предупреждаю, Lineage 2 Mobile это донатная помойка. На этом можем закончить. Ребятушки, задаете вопросы, какие локации лучше фармить. Давайте сразу скажу, этих видосов очень много на самом деле. Они называются, к примеру, ферма Lineage 2 Mobile. Типа того, это гайды по Lineage 2 Mobile, как развивать своего персонажа. И не более. Вот это мой совет, самый основной. Итак, по классам, с какого класса лучше всего начать? Это маг, потому что у него есть массуха. Если вы хотите донатить в игру, то я думаю, вам любой класс подойдет. Потому что если мы посмотрим, цены все дешевле и дешевле. Можно краснушку за тысячу стол купить и за тысячу. Не такой космос, как раньше это было. Мой совет, идите по квестам. А, да, еще. Какой же класс выбрать? Ребят, все зависит от вашего кошелька. На первых парах маг крутой. Дальше орб. И все, на этом, наверное, мы закончим. Следующие классы требуют каких-то вложений. Потому что они так фармить не будут, как маг и орб. Без вложений капиталов реальной валюты. Потому что у мага, к примеру, есть массуха, которая каждую секунду бьет. Но эта массуха станет вам актуальна только при приобретении скилла боевое лечение. 15 мп каждую секунду. С самобичеванием. Боевое лечение. В сочетании очень крутые скиллы. После мага идет орб. У него есть лечение. Из-за этого лечения орб может стоять на первых парах выше на локацию, чем маг. И получать профит от того, что он себя подхиливает. Убивает мобов, за которых дают больше опыта. У вас есть выбор орб и маг. Это без вложений. А дальше, если у вас есть вложения, то вам, наверное, любой класс подойдет. Вы сможете скупать паки. У вас будут буст по коллекции. Коллекции очень хороший буст дают. Снижение урона, защита, маг, урон, точность. Точность, весь урон, скорость атаки. Скорость магии, крит атака. Коллекции карты агатенов очень много дают. Это буст, из-за которого фри игроки страдают. Потому что без вложений в эту игру невозможно играть. Более мы можем видеть, что до сих пор можно зарабатывать на этой игре. Вот представьте, вот таких три персонажа, как Розе. Так, это что-то от моих твинов мне приходило, да. Вот Розе может фармить примерно 10 тысяч алмазов в месяц. Один персонаж Розе. Вот на таком бусте. Если б я еще не посещал, конечно, замок не посещал. Потом групповые подземелья. Вот тайное хранилище Небулита. Нужно пойти, потому что тут дают часы. Разные, но я на замок беру. И плюс с твинами еще нужно, альтами. Альты или твины, скажите. Ребят, как вы думаете, это одно и то же? Или альт это именно на твоем аккаунте, а твин это что-то отдельное на другом аккаунте? Альт и твин это одно и то же или нет? Так, продолжаем дальше. То, что я сбиваюсь с мысли постоянно. Мне хочется вам и о том, и о сём рассказать. Это видео будет состоять из двух частей. Потому что мне так больше удобно, чтобы не создавать кучу видео. Ну, лучше сделать одно на 15 минут, чем два по 5 минут, я так думаю. А как вам интересно? Пишите тоже комментарии на этот счет. Так, на чем мы остановились? Фри класса на первых парах. Ну, я не знаю, как, ребят, вам объяснить, что такое Lineage 2 Mobile. Просто люди, которые новые приходят, не понимают, что это такое. Какой буст у людей, которые в топах, которые в топ 1. Вот этот рейтинг зависит только от вашего уровня. В этот рейтинг входит топ 1000 игроков. Это зависит только от вашего уровня. Важность зарочей. Очень важно ходить на зарочей. Зарочи это такие мечи. В основном на них не убивают, но на нашем сервере Антага убивают, потому что... Потому что потому. То вам нужно искать ПВЕ клана, как у Розе. Или вы там, компания, заходите на сервер. Там у вас человек 5, вы создаете свой клан, играете. Вам нужно искать ПВЕ кланы, вступать в альянсы, чтобы вас не убивали, потому что они по-другому никак. Дальше будет видео про недоброго енота. Я вам расскажу, почему это нужно делать. А сейчас у нас... Так, советы от Розе, новичкам, что нужно делать. Я думаю, эта часть только будет новичкам. Интересно, потому что я тут ничего нового не расскажу. Вы приплыли в деревню Глудин. Делаете квесты. Идете по сюжетке. Вы аппаете левела, там начиная с 20-го. Там очень быстро, даже без помощи. Вы аппаете там до 30-го очень легко. Вам только нужна виталка. Если у вас есть какой-то друг, который вас качнет, то вам нужна только вот эта виталочка. Если у вас нет виталочки, то обязательно покупайте вот эту таблеточку. Эта таблеточка очень важна. Она не дает опускаться энергии энхосад. Если очки энергии 200 и меньше, то она не расходуется. Позволяет сохранить эффект энергии энхосад минимум 2-го уровня. Эффект энергии энхосад по уровням. Вот это первый уровень, это 0-й бонус, эпыта 100% и бонус адены 100%. Второй уровень, это с вот этой таблеткой. То есть, если у вас не будет энергии энхосад, энергия энхосад расходуется от получаемого опыта. Чем больше вы получаете опыта, тем быстрее она расходуется. Это вкратце, там немножко по-другому, но это легкое объяснение. Со вторым уровнем энергии бонус опыта 400%, бонус адены 150%. Что есть хорошо, это не 100%, как бонус опыта и бонус адены. Третий уровень, это энергия энхосад 201 и выше, это бонус опыта 700% и адены. Видим, что по адене прирост не очень большой, но по опыту просто колоссальный прирост. Обратите внимание, если очков энергии энхосад 200 и меньше, то опыт клана получить нельзя. Энергия энхосад 200 и меньше, то клан не качается. Только если у вас есть энергия энхосад 200 и выше, то вы это тоже должны понимать, когда вы смотрите и думаете, почему у вас не качается клан. Потому что у вас нет энергии энхосад. Это все, что нужно знать об энергии энхосад, я думаю. Энергия энхосад, это еще их перьями называют. Нужны для вашей прокачки и получения адены, выкачки клана, роста вашего персонажа. Так, вы берете 20 уровень. Ладно, бляха-муха. Ради вас я кину, блин, спотик вкусный. Буду делать гайд. Вот такая статуя энхосад. У этой статуи есть квесты. Очень крутые квесты. Тут видим ордена славы. В день можно делать 10 квестов. На 20 уровне вроде меньше количества квестов. Но я не уверен, не буду врать. Видим, что тут можно получить адену. Дополнительная награда. У вас есть основная награда и дополнительная награда. Очки опыта немножко дают. Хоть тут 0 написано, но тут немножко опыта дают. Это я точно знаю. Видим, дают виталочку. Ордена славы, которые вам нужны. Они очень нужны для того, чтобы покупать скиллы. В донат-магазине за ордена славы. Вот видим, можно приобрести снежный шторм. Не думайте даже брать тут снежный шторм. Снежный шторм за 1500 орденов можно купить. Начиная вроде с 13 левела клана, если я не ошибаюсь. У клан торговца. Если вы маг, то с этого сундучка вы возьмете только восстановление заклинания и отмена. Это пвп скилл. Он вам как бы не очень поможет. Пвп даже, я думаю, он такой. Ну, а дальше уже, конечно, там сундуки идут. Первый сундук на 68 уровне, 15 миллионов фонера. Второй сундук на 74, если я не ошибаюсь. И вот третий сундук на 76, но мне еще надо нафармить столько орденов. Видим, уже полторашка есть. Потихоньку фармится. Это самое главное, что вы не должны протупить. То, что я это в начале, когда начинал играть, об этом говорил мастер Чу. Я не буду, ну, человек нормально рассказывает. Ну, и полезную информацию почему не сказать. Да, он там ошибался. Там правосудие и крест. Он сказал, берите правосудие, за что его проклинают по сей день, наверное. Блин, я, наверное, сказал, что это будет видео с двух частей. Но я думаю, это будет только совет новичкам. То будет следующее видео про иерархийную систему. Возможно, я запишу, возможно, нет. Продолжаем. Вот статуя. Чем она офигена? Тем, что вы можете тут. Видим, прокрут. Вот если вам не подходят квесты, ну, квесты вы там смотрите. К примеру, рандомная награда вам может выпасть рандомно. Просто рандомно. Это как вот ткань видим. Тут какой-то дага. Арбалет ворона. Фрагмент. Ну, это очень тоже неплохо, если вот это будет выпадать. Можно использовать эту статую, чтобы закрывать коллекции. К примеру, смотрим этот арбалетик, да. Снижение крита. Так, и защита. Ничего себе, слушайте. Арбалет ворона. Плюс 9, 199. Вы также должны скупать вот это все. Вот видите, что у меня продано. Вот видите, продано написано. Это вы должны все скупать. Все скупать. Вот эти, к примеру, свитки. Это свитки энергии. Тут кристаллы души и карты. Это все покупается от вашего бюджета. Но я вам бы советовал скупать вот эти свитки и часы. И вот это. И вот этот сундук самый главный. То, что тут выпадают ордена славы. Если мы посмотрим, ну 200 до 5000. Ну, ну такое. Ну, в целом там 1000-2000 выпадает. Ну, это тоже плюсик орденов славы. Тоже очень круто. Если вы милищник, вам нужно дыхание сайхи. К примеру, используя дыхание сайхи в замке, вы быстрее убиваете мобов, бегаете. То есть от моба к мобу быстрее убиваете. То бишь, быстрее фармить ордена славы и опыт в замке. Но замок это после 40-го левела. Это только после 40-го левела начинается замок первый. Я сосредоточусь на статуе НХСАД, потому что нельзя пропускать. Когда вы начинаете играть, у вас 20-й левел, да? У вас 20-й левел. Вы на 20-м левеле поделали все квесты статуи. И вы понимаете, что следующие квесты вы сможете взять на следующий день. Но тут механика такая. Если вы берете левел, квесты сбрасываются. И вы заново можете их проходить. То бишь, вы взяли 21-й левел, вы поделали квесты. Вы взяли 22-й левел, вы поделали квесты. Вы взяли 23-й левел, вы поделали квесты. Квесты вы используете вам, к примеру, на первых порах. Это вот этот хороший шлем, очень хороший. многие колы идут. Закрывать колы. Так, сейчас если я выкручу. Но я тут не вижу. Ну можно создать. Я создавал то, что ну крутить пушки. Я больше использовал эти квесты, чтобы закрывать коллекции. Вот, к примеру, посох жизни нужно всего 4 дерева. Я где-то фармил. Вот дерево, да, падает там. Такая, ну бы, локация. Мобы слабые. Заброшенный лагерь вроде бы тут. Я не вспомню. Ну, вроде в заброшенном лагере. Тоже нажимаете и смотрите, какие ресурсы падают, которые нужны. Очень легко все. Находится дерево, к примеру, да. Мы видим, что если мы посмотрим на оружие, то нужно дерево высокого качества. А чтобы создать дерево высокого качества, одно, нужно 10 дерева. Нам нужно 40 дерева, 200 тысяч адены, одного посоха. И плюс на посох еще 50 тысяч адены. Короче, 250 тысяч адены. Еще нафармить ресурс дерева. Шанс 90% и шанс крит успеха. В общем, создание шанс 100%. Но разделено на то, что шанс привязки, когда создается предмет, шанс привязки 90%, шанс крит успеха, это он станет непривязанный. И вы сможете, там, к примеру, продать на рынке. А рынок открывается после 40 уровня и после привязки вашего аккаунта к телефону. Так, продолжаем. Статуя Энхасад. Мы поняли, что после получения левела, эти квесты, если вы проходили, вы получаете левел, эти квесты обновляются. Да? Видим, тут ордена славы, виталочка, и немножко опыт осыпет. Плюс, вы тут выбираете вещи, там, ну, какие-то одеваться, там, ну, в целом, кармиан, крафтится, кармиан очень крутой. На первых парах, потом там, авадон, части БВ, комбинации, собирать соляночки. Очень круто, очень интересно. При фарме локации у вас выпадают вот такие свитки поручения Глудин. Ну, начиная с Глудин, потом Дион, потом Яран, потом Орен, потом Аден. Ой, видите, у меня даже Дион есть. Ну, давай посмотрим, что тут за свиток. Эти свитки очень похожи, как вы берете у статуи, но тут нет орденов славы. Видим, тут также можно сбрасывать, искать то, что нам нужно, к примеру. Вот, вот эти ботиночки очень крутые. Очень многие колы идут. Вот, видите, у меня даже не закрыты. Вот, шестые ботинки, 27. Ну, неплохая цена, слушайте. Очень неплохая. Но, видим, многие колы эти ботиночки идут. Ну, если вам не нужен квест, вы можете его спокойненько отказаться от него или дальше покрутить, если вам не подходит то, что тут предлагает вам награда. У вас есть гарантированная награда и доп. Награда. Можно спокойно отказаться от квеста и ничего тут такого нет. Лучше всего проходить эти квесты, набирать на одну локацию. То бишь, мы берем квест убежище повстанцев. Вроде, неплохая локация, но если мы преследуем, к примеру, цель, нам не нужна доп. Награда, мы преследуем цель, это виталка и знаки поручения, мы набираем в одну локацию, это я так делаю, в одну локацию, видим, что следы гигантов нам не подходит, полн гиона не подходит, панду на пасеке, поселение ящеров, и каждый прокрут стоит адены, и он увеличивается, следы гигантов, но это очень дорого, я думаю, для новичка будет, адены уже для нас очень много, мы там подтверждаем квест, с убежищем по станциям у нас не совпадает квест, я отказывался от такого квеста, и пытался, то что этих свитков очень много падало, вот как мы видим, вот аденовских, их можно перекрафчивать, эти свитки еще, давайте мы сделаем, я конечно не буду юзать, но вот у меня вот свитки, получается, грейды свитка, ну, мы можем перекрафтить свитки, вот так, знак поручения, 300, или создать свиток выше грейды, которого будет больше виталки, и там, знакового поручения не очень больше, чем с обычного свитка, но, в целом, больше виталки, и, потом еще с 12 синих свитков перекрафчиваем в один красный, вот, красные свитки, сейчас сделали очень круто, о, земли аден, земли аден, подходит башню дерзости, очень круто, можно проходить башню дерзости, очень часто попадаются красные фрагментики, плюс, также можно, вот использовать, вот это я знаю, тоже в колу куда-то идет, урон в дальнем бою, а не, никуда оно мне не идет, точно из дальнем бою, никуда не идет, эти квесты выполняю в башне дерзости, очень удобно, и я набираю тоже десяток квестов, таких там, ну, штук 5-6, чтобы пополнить виталочку, я выбираю там, землях аден, или в башне дерзости, очень часто попадаются, то иногда бывает, да, 5 прокрутов делаешь, там уже 200 тысяч аден, и следующий прокрут, то я отказываюсь от такого квеста, то такое, я пытаюсь набирать в одну локацию, то, что это выгодно, это профитно, что вам еще рассказать, я не знаю, у меня столько просто, ну, и это, наверное, стрим, надо какое-то делать, но я не смогу так просто, тактово и красиво рассказать, чтобы все было, ну, как я могу сделать нарезочку, вырезать то, что не надо, я иногда путаюсь, очень часто в мыслях, на стриме так не получится, и из-за того, что я заикаюсь, мне приходится пропивать, я не говорю, я пропиваю, мне очень сложно, очень много говорить, поняли, еще кое-что по статуе, вот, жрец инхасад, у этого жреца, вы покупаете книги, какие вам нужны, вот, к примеру, мне нужна была книга, телепортация, очень крутая книга, советую сразу приобрести, это рандомное перемещение по локации, для пвп сайда, очень удобно, тогда же для вас будет очень удобно, на первых порах, вы будете очень много стоять, муравейники, и чтобы вам добраться, там, до третьего этажа муравейника, вот, можно быстренько тэпнуться, до второго уровня, тандом тп, вот, на втором этаже, появляется сабан, вот сабан, тоже удобно, для пвп сайдов, если вы в пвп сайде, не знаю, совет, вот сюда мне тэпнуло, но, обычно тэпает, где-то вот так по кругу, то, лучше, вот тут начинать сабана искать, не знаю, зачем это я рассказываю, как бы гайд новичка, я рассказываю, как в армии тербе, ну, очень крутой телепорт, чтобы добраться, до третьего этажа, муравейника, быстренько, также можно добраться, до третьего этажа, муравейника, это за, взять квест, глудиновский, и выкрутить телепорт, на третий этаж, многие топсайды, так делают, чтобы фармить королеву, потому что, вот этими телепортами, пока ты добежишь, то, если у вас вар на сервере, то быстро зафармят эту королеву, тем более сейчас, очень удобно, но в целом, телепорт неплохой, для таких локаций, и в поиске, варов, которые, то что, вары в основном, они по тпшкам прыгают, их искать очень легко, то же самое, кого-то преследовать, эта, тпшка, может помочь вам, убежать, от кого-то даже, например, у вас кто-то пытается убить, вы просто прожимаете, рандом телепорт, и стоите дальше, фармите, если вар тупой, он будет бегать, он не будет прожимать, вот этот тп, то вы спокойненько делаете тп, он бегает, он там набегается, полчасика и уйдет, я рассказал за статуей Нхасад, некоторые задавали, помню еще вопросы, что лучше, ДВ, кровавые топи, у каньон Таннера, это уже выше, это как Орановская локация, наверное идет, кровавые топи, наверное сравнимые, по бусту, как, вот, драгонвалы, синька падает, я тоже очень много раньше здесь стоял, сказать, что тут прям, очень синька сыпет, хоть мы видим, вроде и краснушка где-то падает, чтоб я видел тут очень сильно синьку, не знаю, в ДВ намного больше синьки сыпет, вот я раньше говорил, что типа, посмотрите развитие персонажа, ферма, линейдж 2 мобайл, это самые лучшие гайды, по развитию вашего персонажа, для начала, как гайды для новичка, очень крутые, там они в основном рассказывают, что типа, создаете там, 5 арбов, 5 арбов, там, бустите их, фармите, ставите, они вам там, приносят, по, 100 копеек, месяц, все круто, да, ну и в целом, они рассказывают, как бустить персонажа, но это самое то, что вам нужно, также, забирай ежедневную награду, проходи сезонный пропуск, вот как раз, вот, выполнить поручение, и свитковый, статуи НХСАД, тут очень много, виталки, игра просто, она, ну, сама показывает, своими обновлениями, то, что, это очень неплохой буст, для новичка, потому, что виталка, ордена, и там, всякие вкусности, ну, и в основном, контент для сверх топов, модифицируй предмет, покупка предметов, это все ежедневно сбрасывается, а то это каждый день проходишь, за это получаешь виталку, ну, ништячки тут, антикварная вещь, очень прикольно, это на сезон, задание, которое должен выполнить, это ты в клане, должен состоять, короче, проходи, не знаю, задавайте вопросы, по линейджу, я вам самое основное рассказал, то, что, ну, я как знаю, это статуя, энхасад, проходить квесты, также проходить свиточки, вот эти, тут виталочка, и вещи в коллекцию, скупать магазин, по возможности, и от ваших вопросов, я буду отталкиваться, и делать видео, я буду отталкиваться, Продолжение следует...